Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске, конечно же, обсуждаем Белоруссию. Сейчас были объявлены предварительные данные по выборам, ну, более 80%, как я понимаю, задействующего президента. Здесь никаких особых, как бы, сюжетов нет, наверное. Уже было понятно, что по данным экзитпола, что примерно такие будут результаты. И, безусловно, вы, наверное, знаете, то, что происходило в Минске, напомню, были столкновения с полицией, милицией белорусской, граждан, которые вышли. Не все, конечно, но, тем не менее, некоторые пытались там строить какие-то якобы баррикады, но официальных данных таких нет. Но, тем не менее, вот некоторые соцсети такие вещи сообщают. То есть, достаточно бурно были подведены итоги вчера, накануне, мы вот эти все кадры вы видели. Но, на самом деле, вот если честно, смотреть на это очень больно и неприятно, потому как мы видим, что политический кризис или процессы у братской страны выглядят крайне неприятно. С одной стороны, та часть граждан Беларуси, которая недовольна текущей ситуацией, она, видимо, вышла зафиксировать свою позицию. С другой стороны, вызывает вопросы, почему сейчас это именно происходит, а не предыдущие выборы, например, и так далее. Ну, мы сейчас об этом с нашими гостями поговорим. И самый главный вопрос, во-первых, почему так произошло, то, что происходит сейчас в Беларуси. И самое главное, каковы последствия вот этого политического кризиса, по-другому, наверное, сложно все-таки назвать, то, что там сейчас происходит, для наших соседей. И еще раз повторю, для нас Беларуси, беларусский народ, это братский народ, мы очень тесно переплетены нашей судьбой, и поэтому нам не все равно, что там происходит. Безусловно, мы хотели бы, чтобы граждане Беларуси сами, соответственно, решали свою судьбу, но мы, возможно, своими рассуждениями как-то поможем сориентироваться в происходящем. Потому как, еще два слова буквально скажу, прежде чем перейти к гостям, потому как то, что сейчас происходит в Беларуси, это часть тех глобальных процессов, которые происходят в мире, и, к сожалению, эти процессы только начинаются, и, похоже, будут развиваться дальше. Вопрос, как с ними справятся люди, народ, власть и так далее, это очень серьезная тема. Итак, у нас на связи Вячеслав Матузов. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Как вы оцениваете то, что происходит в Беларуси? Может, вы слышали, да, мою вступительную речь? Согласны ли вы с оценкой то, что я сказал, или у вас совершенно другой взгляд на происходящие события? Нет, я абсолютно согласен с выводом о том, что мы живем во взаимодействующем мире, и обстановка в мире, где там, с чем сталкивается Дональд Трамп в Америке, с чем сталкиваются там Башар Асад в Сирии, или сторонники Муамара Каддафи в Ливии, чем сталкивается французский президент Ангела Меркель. Все эти события, они взаимосвязаны. Мир сегодня очень трудно разделить. Я долгие годы занимался анализом ситуации, как готовилась арабская весна. То есть это не весна, это не такое народное движение, народ вывели на улицы. И весь механизм, как это готовилось, пять лет, с 2005 по 2000, декабрь 2010 года. Я неоднократно, в том числе по России 24, выкладывал документы, пакет документов, которые свидетельствуют. Американцы, они секреты особенно не соблюдают, режим секретности. Они выплескиваются. И я собрал эти материалы, как платили деньги, как готовили руководители отдельных групп оппозиции, не боевиков, как они обучали на протяжении пяти лет. И в определенный час началось падение этих костяшек на мино по очереди Тунис, Ливия, Египет, Сирия и так далее. Поэтому, когда я сейчас смотрю на то, что происходит в Белоруссии, для меня она Белоруссия остается, я скажу, что это, в общем-то, я вкладываю в тот режим, в тот формат, который я наблюдал на Ближнем Востоке. Один к одному. Я не исключаю, что многие люди, которые сейчас из оппозиции, вышли на улице, и там готовы как-то выразить в той или иной форме свое несогласие с итогами голосования. В конечном итоге есть и честные люди, которые просто столкнулись с реалиями сегодняшней жизни. Жизнь сегодня тяжелая не только в Белоруссии, и в России, и в Америке, и во Франции, и везде. Я уже не говорю про тот бедный Ливан, который взорвали полгорода. Кто взорвал, до сих пор непонятно. Для чего взорвал, тоже непонятно. Хотя уже идут, так сказать, захваты госучреждений, вместо того, чтобы разбирать завалы и спасать выживших, или доставать тела мертвых. Все это говорит о том, что наш мир живет в условиях крайне турбулентных. И это, безусловно, главная задача – выдержать это давление. И это я бы хотел обратиться и к нашим братьям белорусским, чтобы понимали, что то, что делается в Белоруссии, это не просто белорусское дело, это часть мировой глобальной ситуации, в которой участвуют силы не только белорусские. Взять хотя бы ту же провокацию с 33 богатыря и их дядька Черномор, которые вылезли туда накануне выборов. Я представляю. Вы знаете, Жень Николаевич, я улыбаюсь, потому что сейчас этот мем «33 богатыря» уже так устоялся. Ну, там просто обычные наши граждане. Я понимаю, богатыри. Необычные, может быть, в том смысле, что их специфика их занятий, частная охрана и так далее. Но, тем не менее. Давайте мы вернемся еще к глобальным темам. Евгений Юрьевич Спицын на связи. Евгений Юрьевич, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии? Может ли вот те события, которые произошли накануне и перед этим, весь ход избирательной кампании Александра Григорьевича и Лукашенко, может ли это привести к полноценному кризису, хотя он им уже, наверное, есть, но и дальнейшее развитие событий, как вы видите? Ну, я не считаю, что вот события в Белоруссии и предвыборные сейчас, они носят какой-то кризисный характер. Они с периодичностью повторялись все выборы в Белоруссии. Оппозиция всегда поднимала голову. Я, в общем-то, не сомневался в том, что Лукашенко победит. Причем, я замечу, он победил честно. Может быть, ему нарисовали какой-то процент голосов, но я вас уверяю, что это незначительный процент голосов, потому что значительная часть граждан Белоруссии, которые голосуют, они хотят стабильности. Их вполне устраивает Лукашенко. Почему? А потому что они не видят реальной замены Лукашенко. И здесь виновата сама оппозиция. Почему? Первое. У них все время оппозиция связана исключительно с представителями так называемого прозападного либерального лагеря, который имеет поддержку максимум 10-12% населения, и поэтому они никогда не смогут законным путем получить власть. У меня другой возникает вопрос. А где коммунистическая оппозиция? И вот когда граждане Белоруссии не видят реальной альтернативы Лукашенко, то они, пускай даже и от безысходности, идут и голосуют за него, потому что они не хотят получить вторую Украину. Они видят прекрасно, что происходит у их соседей. Пускай они живут бедно, но зато стабильно и имеют хоть какую-то работу, ну и так далее, и так далее. Плюс не надо забывать, что Белоруссия все-таки на постсоветском пространстве. Во-первых, осталось одно из немногих действительно социальных государств. И во-вторых, надо иметь в виду, что все-таки основные активы, и промышленные, и аграрные, они сохранены в руках государства и работают на общее белорусское дело, на дело всего белорусского народа. Это первое обстоятельство. Еще два обстоятельства, на которые я хотел обратить внимание. Почему сейчас вот так возбудилась белорусская молодежь? А дело в том, что она сейчас зажата в рамках своего государства. В обычной ситуации, например, в прошлом, позапрошлом году, они давно бы уже разъехались по заграницам, по курортам и так далее. Но сейчас для них закрыты все границы, в том числе соседние Польши, соседние Литвы и далее по списку. А свой потенциал, свою энергетику, вот эту молодежную, потусить, так сказать, покуражиться. Вот они сейчас и выплескивают на эти самые площади и улицы белорусских городов. Еще одно важное обстоятельство. Надо иметь в виду, что вся вот эта история, связанная с провокацией перед выборами, она ведь готовилась не только американцами и украинцами, но теми же поляками и британцами. Другое дело, что они друг другу, что называется, дорожку перешли. И здесь бы я обратил особое внимание на Польшу. Я напомню, что совсем недавно был подписан так называемый новый Люблинский договор или новая Люблинская уния, которую подписали поляки, литовцы и украинцы. И они очень хотят втянуть вот в эту новую Люблинскую унию Белоруссию. Дело в том, что польское националистическое руководство у власти больше находится именно нацисты. Я это подчеркиваю и акцентирую на это внимание. Они возрождают старую идею Филсуцкого, воссоздание Речи Посполитой от мужа до мужа. И подписание Люблинской унии, новой Люблинской унии, например, той, которая была подписана в 1569 году, это некий символический акт. Более того, я напомню, что именно в Люблине дислоцируется созданная только что совместная бригада, военная бригада Польши, Литвы и Украины, носящая имя Константина Острожского, одного из известнейших исторических персонажей Речи Посполитой и Гетмана Речи Посполитой. То есть здесь идет очень серьезная борьба за умы и за геополитическое пространство. И последнее. Посмотрите на учебники истории современной Белоруссии. Там уже взрождаются собственные Бендеры и Шухевичи. Например, тот же Булахович. Он поднимается на знамя как национальный белорусский герой. Это очень тревожная ситуация. Советское поколение будет с каждым годом уходить, а будет все быстрее возрастать то поколение новых белорусов, которые воспитываются на этих учебниках истории. Мы не должны наступать на одни и те же грабли. На Украине мы уже наступили на них неоднократно. Поэтому сейчас важнейшая задача – это создание единого учебника не только для нашей страны, а он так и не создан, я имею в виду школьного учебника, но и единого учебника для союзного государства России и Белоруссии. Евгений Юрьевич, спасибо вам за экскурс в историю. Действительно сложно, наверное, отделить нынешние события. И они не в вакууме происходят, безусловно. Но тем не менее, я думаю, что с вашей позиции далеко не все согласны. Вячеслав Николаевич, к вам вопрос. Вот сейчас премьер Польши, по-моему, сказал о том, что готов призывать собрать экстренный саммит ЕС для того, чтобы обсудить ситуацию Белоруссии. Как вы думаете, как международное сообщество отреагирует на результаты выборов? Я думаю, что инициатива Польши вряд ли найдет поддержку у других европейских стран. У каждой из стран сегодня большие проблемы, которые требуют сотрудничества с той же Российской Федерацией между собой. Я имею в виду положение сейчас в Восточном Средиземноморье. Это проблемы и Украины не заглохшие, и потом внутренний, так сказать, цикл выборный подходит в той же Германии. Поэтому я думаю, что это, так сказать, уже от инициатива Польши, от бессилия больше. Но я вижу здесь еще один аспект очень важный. Это какова будет позиция дальнейшей России в отношениях с Белоруссией. Потому что многие процессы, негативные в том числе, они выявляются в ходе реализации российско-белорусских отношений. И прежде всего, я считаю, что нужно отделить экономическую составляющую наших взаимоотношений от политической целесообразности, от той потребности видеть Белоруссию ближайшим союзником и другом России и не рисковать этой дружбой ради каких-то мифических, а может быть даже и реальных экономических преимуществ. Я думаю, что экономика часто сегодня используется не только в Белоруссии, но я вижу и по другим регионам мира, что наша внешняя политика должна быть приоритетом носить защиту национальных интересов, а уже корпоративные интересы, интересы государственных монополий должны отойти на второй план. Десятки случаев, когда происходит абсолютно все наоборот. Интересы нашей корпорации, в том числе государственных, получают приоритеты, послы пасуют перед этими руководителями и в политическом плане, и тем более в финансовом, там миллиардеры здесь, служащие государственные. Надо менять отношение нашего государства к Белоруссии. Я вижу здесь одно еще обстоятельство. Лукашенко должен уверен быть в нашей позиции. Почему начался разброд? Почему начались такие антироссийские выпады накануне выборов? Потому что нет уверенности у самого Лукашенко. У нас уже, к сожалению, заканчивается время. Евгений Юрьевич, как вы думаете, в международное сообщество все-таки вот это саммит ЕС, если он будет собираться, что он может решить? Какова позиция Европы сейчас в этом вопросе? Ну, она совершенно прогнозируема, эта позиция. Европа в большинстве своем, конечно, эти выборы не признает. Потому что нахождение Лукашенко во главе белорусского государства худо-бедно обеспечивает союзнические отношения между Россией и Белоруссией. А значит, Белоруссия выпадает из сферы влияния целого ряда европейских стран, и прежде всего Польши. А я хочу просто еще раз подчеркнуть, что Польша сейчас собирается играть ключевую роль фактически собирателей и хозяина всей Восточной Европы, опираясь на поддержку прежде всего США, противопоставив себя Германии, которая, как мы сейчас видим, является главным конкурентом именно Соединенных Штатов Америки на европейском континенте. И вот здесь возникает большой вопрос и по поводу дальнейшей судьбы ЕС, и по поводу агрессивных планов Польши и польского руководства, и в отношении бывших стран соцлагеря и Советского Союза, и в отношении России. Здесь нам надо ухо держать во строк. Да, Юрий Юрьевич, спасибо большое. У нас, к сожалению, заканчивается время. Безусловно, события Беларуси мы еще будем очень активно обсуждать. Сейчас у нас уже нет для этого времени. Будем надеяться, что белорусский народ сделает правильные выборы и примет правильное решение. Ну, а пока всего доброго. До свидания.